мы мошенники обманываем людей по немецкая фирма мошенники не российская фирма мошенники мошенники ребята не забывайте мошенники не обращайтесь никогда мошенники все мы же мошенники ну как в раю живешь действительно то есть учите язык обязательно просто мусс язык вот так многие же едут пособие получать да германское большое пособие он сейчас мы тут лайфхаков расскажем давайте дадим информацию для любителей халявы вы думаете что мы эксперты нет мы не эксперты не смотрите выключить алексей приветствую раз просились на интервью здравствуйте спасибо что что приняли немножко расскажите о себе кто вы чем занимаетесь так далее думаю если расскажешь лучше чем я представлю я руководитель компании ауслан с финансом мы занимаемся юридическим консалтингом регистрации зарубежных компаний открытием банковских счетов бухгалтерским сопровождением по всему миру и у нас есть дополнительные услуги по получению гражданств и непосредственно я так понимаю сегодня тема нашего видео будет непосредственно об услуге по поздним переселенцам потому что ими мы тоже занимаемся и у нас под это выделен отдельный штат отдельная к ли определенное количество сотрудников вот компания у нас находится в берлине офис у нас есть в россии ну если коротко то вот так очень много разных комментариев и по поводу вашего названия даром зам почему именно такое название с чем у нас связано и многие его пытаются путать или как-то привязывать за умы от немецким организациям потому что мошенники используют ауслан с финансом мы же мошенники если серьезно а если серьезно вообще изначально это была такая юмористическая калька скажем так на бюрократические процедуры в германии то есть как бы понятно что слово amt уважаемые знатоки и вы напишите в комментариях что вам можно использовать только государственным ведомством мы не выдаемся за государственное ведомство мы не являемся государственным ведомством не являемся не финансам там мы придумали это слово просто как набор ну скажем так букв пусть будет так да наверное дословно переводить это не совсем правильно но если вы хотите это дословно перевести то подразумевалось что это будет как зарубежное налоговое ведомство но этого не существует в природе ни в одной стране мира не существует зарубежных налоговых ведомств потому что это собственно противоречит юридическим правилам мы просто придумали такое название у нас было кстати два варианта если вот кому интересно тут я так понимаю что большое количество лингвистических до экспертов которые любят разбирать да 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 и да и наверное вы разбирали наверно бренды такие как adidas икея или еще где-то вот есть автомобили лотос вот здесь сегодня гулял по мюнхену по замечательному городу видел бренд лотус они должны цветками заниматься они автомобилями не забудьте им обязательно на официальном канале написать комментарий но если серьезно еще было название auslans finance плац то есть как налоговая платформа но наверное кому-то и это было бы название неприятно некомфортно и так далее мы все-таки остановились на этом имени более того мы зарегистрировали товарный знак на этот это название сразу же опереждая опережая другие комментарии в германии наше юридическое лицо называется ферн да по причине того что ферндер это отдельное предразделение которое разрабатывает анти инфраструктуру для регистрации компаний поэтому нас отдельно звание под него тоже зарегистрирован был товарный знак вот вам еще один намек можете поразобрать слово ферндер лингвистически нам да но нам очень приятно что вы так сильно интересуетесь названием компании таки скажу что есть представительство в германии есть представительство в россии да в германии это берлин в россии где новосибирске сейчас только потому что со всей этой политической ситуации мы опасаемся держать сотрудников москве и санкт-петербургом в санкт-петербурге по понятным причинам там летают неопознанный объект понятно и каким еще странам и с каким странами еще работаете помимо россии то есть поздние переселенцы так это не говорим о эту тему это в основном жители не только россии но и много то есть казахстана с украины с азербайджана там бекистана и так далее с какими странами вы работаете или только россия мы работаем в тех странах где действует закон о поздних переселенцах откуда могут быть, собственно, где могут находиться поздние переселенцы. Не обязательно находиться в офисе, в городе, где присутствует офис нашей компании, так как у нас есть услуги по доставке договора, по доставке документов и так далее. И все, в принципе, работы можно совершать удаленно. Окей, отлично. Ну, перейду сразу, наверное, к самым популярным вопросам, которые сейчас тиражируются просто везде и непонятно, какая ситуация сейчас с тем, что очень много людей получают отказы в связи со сменой гражданства. То есть даже много случаев, когда люди поменяли гражданство, отправили документы, им приходит отказ. Вот мне интересна инсайдерская информация от тех, кто с этим непосредственно работает. У нас не просто инсайдерская информация, у нас есть опыт и наших клиентов, и около двух лет назад мы создали чат в Телеграме, где все, кто интересуется темой поздних переселенцев, еврейской миграции, могут вступать, обсуждать, делиться новостями и так далее. Мы еще имеем, так скажем, вот у нас там больше четырех тысяч человек, там четыре тысячи триста сейчас людей. Он самый большой, в принципе, из всех чатов на всех платформах о поздних переселенцах, где люди могут свободно в режиме чата, собственно, общаться. Вот. И, собственно, еще и мы имеем экспертную оценку по вот этому вопросу не только в рамках наших клиентов, которых мы ведем, да, их порядка там 300-500, иногда 700 в год в зависимости от политической обстановки, да, чем она хуже, тем больше людей хотят переехать. А еще и тех, кто пишет в чате. Так вот, если взять вот наш чат, да, по поводу отказов, то у восьмидесяти, если не девяносто процентов, шансы на отказ уже максимальные, хотя бы на моменте тех вопросов, которые не задают. То есть, которые не достигли, точнее, которые уже младше девяносто третьего года, например, у которых нету прямых корней хотя бы по тому сообщению, которое не пишут на чат или обращаются к нам в компанию. Поэтому в ответе на вопрос, какое сейчас количество отказов и почему происходят отказы, первое, с чего нужно начать, это с оценки ваших шансов. Если вы не оцените свои шансы, то вся ваша работа дальнейшая, она бессмысленна, потому что вы получите отказ, вы, может быть, вообще под программу не подходите. Второй, вот это первый, да, уровень, если вы его проходите, да, как бы вы попадаете уже в эту селекцию позитива. Второй момент, люди не сдают язык. То есть, годами не сдают, конечно, за то, что по причине того, что ты не сдал язык, это ничего не значит, но люди просто теряются 3-5 лет, просто не выходят на связь, ну, нам кажется, что, наверное, они не смогли справиться с языком и просто потратили деньги на оформление документов впустую. То есть, нужно понимать, что вы не получите позитив, пока вы не сдадите язык. Вам нужен язык и для жизни здесь, и для того, чтобы получить, собственно, позитив по программе, получить вызов по программе позднего переселения. Третий момент – неправильная подготовка документов. Как правило, с ней сталкиваются все те, кто работает по принципу «я сам», «я сам», «я на форуме», «я на ютубе», «вот вы сейчас смотрите ютуб и думаете, что мы эксперты», нет, мы не эксперты. Не смотрите, выключите, выключите, дизлайк не ставьте только, да? Дизлайк можно ставить. Дизлайк можно ставить. А, их нету, мы их не… нет, точнее так, они есть, но мы еще, чек-то их нету, да, сейчас. Вот. Перед тем, как обращаться к любым экспертам, даже к нам или еще к кому-то, или на форум, или на ютубе, или к адвокату, вы должны понимать следующую ситуацию, что при самостоятельном оформлении документов, если вы все-таки самостоятельно делаете или к кому-то обращаетесь, шансы ваши на отказ увеличиваются. Просто потому, что вы можете неправильно собрать пакет, не то оформить или, как я уже говорил, первая причина, вы вообще не подходите под программу. Вам сначала нужно убедиться, выучить язык или параллельно учить язык, а потом уже искать помощников. Но самостоятельно можно, мы же не говорим, что нельзя, дом тоже можно построить. Будет это дешевле? Конечно, будет. Вопросы его стоим, вопросы, если у вас время, если у вас профессиональные способности, чтобы этот дом потом не разрушился. Поэтому третий момент – это самостоятельное оформление, из-за этого идут отказы. Четвертый момент – суды по смене национальности. Многие неправильно их делают, неправильно проводят суд, получают по нему отказ и неправильно подают позицию по отказу в БФА и в связи с этим получают отказ. Потому что неправильно подают ту позицию. То есть нужно здесь объяснить, как это работает. Даже если вы прошли все три инстанции по суду и получили все равно отказ по суду смене национальности, то он все равно принимается БФА, как доказательство того, что вы пытались. Но есть условная политическая подоплека в России. Не всем сейчас ставят позитивные решения по судам по смене национальности просто потому, что человек, ну, возможно, русский, возможно, не хотят, чтобы уезжали или какая-то другая причина. Официальный их ответ, что жизнь в России или в вашей стране СНГ, где вы сейчас живете, не влияет. Признание вас немцам, итальянцам, французам и так далее. Поэтому суд по смене национальности носит формальный характер суда. Если мы не просим денег, мы просим признаний, так как, например, в России нет процессуального порядка, нам приходится... Я хотел спросить, почему именно суд, почему нельзя просто поменять национальность? Потому что в российском законодательстве, в частности, про Россию, большинство клиентов из России нет процессуального порядка, позволяющего изменить национальность. То есть нет такого законного акта. Соответственно, приходится как бы подавать на ЗАГС в суд. И суд признает и как бы обязывает ЗАГС внести эту актовую запись в ваши документы. Поэтому приходится проводить суд. Но, если у вас происходит отказ, даже после второго, третьего заседания, все равно важно правильно этот отказ перевести и позиционировать для БФА, как отказ, связанный, например, с политической ситуацией. Или просто потому, что судья не хочет выдавать позитивное решение, так как признание вас итальянцам, немцам, французам, узбекам не наносит вам никакого ущерба для жизни в России. А если не наносят, вы это делаете для того, чтобы уехать, ну не нужно уезжать. Есть такое неформальное мнение, не нужно уезжать, во-первых, из страны прекрасной России или езжайте в свою Германию и там судитесь, что является абсурдностью. Вот есть такая позиция. Мы в неофициальных разговорах, наши юристы, когда бывают в судах в разных регионах, они несколько раз из неофициальных, так скажем, в неофициальном разговоре слышали вот такую позицию суда, почему происходит отказ, поэтому вы можете еще как бы взять этот пример. Поэтому здесь важно еще правильно, чтобы вам подготовили иск, его подали, просудили, выиграли его и уже подали. Вот это четвертый момент, почему происходит отказ. Ну это на стадии, когда еще люди только готовят документы и так далее. Да. Сейчас масса примеров, буквально за последние два года, когда люди уже подали документы, у них прошла процедура смены национальности, все окей, они отправляют эти документы и в итоге это вот, по-моему, если не ошибаюсь, где-то с апреля прошлого года началось, когда БВА дает отказы. Вне зависит от того, что их непосредственные родственники, там брат, сестра или еще что-то, кто-то там несколько лет назад получил разрешение, с теми же документами дают отказ. Вот что по этому поводу, там вегенбикетнес и вот вся вот эта вот история. Да, во-первых, нужно каждый случай рассматривать отдельно, почему там был отказ. Опять же, возможно, какая-то из причин, которые мы озвучили ранее, там фигурирует. А второй момент, у вас есть определенное количество времени, как правило, месяц на обжалование. Нужно не стесняться и обжаловать на территории Германии ваш отказ. Отказ, как правило, обжалование 98% успеха, как и, собственно, с программной беженства, если получает этот человек по беженству отказ, подает в суд, проходит в суд, это длится не быстро, это может полтора-два года идти еще. Но, как правило, там выходят позитивные решения, поэтому нужно не стесняться искать адвоката, либо мы вам можем помочь на территории Германии сформировать заявку в суд, по чему был отказ, и судиться, собственно. Потому что если это не правомерно, но если вы получили отказ, потому что вы оформили все документы, ну вы вообще не можете претендовать на программу позднего переселения или еврейской иммиграции, то тогда проблема, собственно, в первом пункте, который мы озвучили ранее. Ну, это понятно. Больше именно вопрос по поводу вот этой вот Гегенбекетис, потому что по нему я брал интервью еще у ребят, которые активно с этим борются, и сейчас даже это обсуждается на уровне законодательства, насколько я знаю, и даже вроде как в ближайшее время там должно состояться очередное заседание и обсуждать эти моменты. Да. Вот что про вот это? Именно когда вот такой категорический отказ бывает, просто об этом все знают, что эта проблема есть, когда даже с документами все в порядке. Вот сейчас в данный момент мы ожидаем внесения определенных прав в законодательство Германии, позволяющие поздним переселенцам, которые получили отказ или у которых до этого не было шансов, а сейчас они появились, подаваться. Но, так как мы еще не знаем законодательную базу и сам закон не видели, прокомментировать его мы не можем. Но инициативы, которые проявляются в немецком Буддестаге, если даже его взять, которые появляются там, они будут все-таки позитивный характер иметь для поздних переселенцев. Но здесь нужно только ждать. Вопрос в том, может быть, сейчас многие зададутся вопросом, а мне, может быть, подождать, когда примут закон, а потом податься. Но здесь есть небольшая опасность, заключается она в том, что, особенно если вы живете в России, ситуация может быть не сильно стабильна, могут быть проблемы с выездом, въездом и так далее. Да, сейчас мы об этом еще поговорим. Ну, то есть, в принципе, ваша оценка, что вполне возможно, что после обсуждений этого закона все-таки смягчат законодательство в пользу поздних переселенцев? Вполне возможно, что смягчат… Я понимаю, что это не ваши компетенции, но интересно ваше мнение о человеке, который в этом варится каждый день. Да. Вполне возможно, что смягчат, но нужно понимать, что такое бюрократия немецкая и готовьтесь прям ждать очень долго. Еще сказали о том, что, это как бы все знают, что программа действует для тех людей, кто родился до 1 января 1993 года. Угу. И, соответственно, есть масса случаев таких, когда, допустим, брат с сестрой, брат родился в 92-м, сестра в 93-м и вроде как на этом программа закончилась. Угу. Стоит ли ждать послабления в этой теме или все-таки лучше не ждать и подаваться именно вместе с родителями и так далее? Ответ на вопрос. Программа с 2013 года является официально закрытой. Сейчас у вас, наверное, там все запустится, вы уже готовитесь писать комменты. Но, я вам объясню, вот это вот ограничение в 93-м, в 93-й год, которое поставили в 2013 году, означает о том, что программу закрыли. То есть, родиться новых, поздних переселенцев, главных заявителей не может. Все. То есть, у нас остатки должны либо выехать, либо они умрут, либо они останутся в своих странах и так далее. То есть, нужно начать с этого. Программа уже закрыта с 2013 года. Все. Новых, главных заявителей быть не может. Только те, которые уже на планете существуют. Ну, то есть, именно сам формат закрытия, что это закрыли не просто программу перестали принимать документы, а поставили точку. А поставили ограничение именно вот этой датой. Да. И все. Дальше они ее продлевать не планируют. Да. Поставив ограничение этой датой, уже как бы на программе как бы фактически стоит точка. Больше их быть не может. Что касается брата и сестры разного года рождения, единственная ситуация – это выезжать вместе с родителями. То есть, их родители должны выезжать и забирать их с собой. А они должны идти прицепом бантером. Только так. Решить такой вопрос можно. Так, окей. С этим разобрались. Давайте перейдем теперь к теме того, что сейчас все усложняется. Ну, понятно, что… Закрывают все посольства. Закрывали кучу российских посольств в Германии. Также закрыли кучу посольств немецких в России и осталось только в Москве. Какая там сейчас ситуация? Насколько долго нужно ждать, чтобы получить там термин? То есть, если уже человек, окей, прошел все, получил, нам мешает, готов выехать. И вот эта процедура, реально ли она сейчас, выпускают, не выпускают и так далее. Начнем с виз. Посольства Германии в России закрыты везде, кроме Москвы. Весь поток людей идет в Москву. Плюс детмиссия сокращена немецкая в России, сотрудников меньше, соответственно, у нас пропускной канал, как горлышко от бутылки, стал меньше. И еще сотрудников, которые обрабатывают всех аппликантов, стало меньше немецких. Соответственно, нужно здесь что сказать? По поводу того, где подаваться на визу. Начну с первой части. Если вы подаетесь на визу в России, сейчас реальные сроки, чтобы просто все понимали, не важно, что вам будет писать консульство, оно ровно через три недели напишет вам другое письмо с новыми сроками. Все те наши клиенты, порядка ста человек, которые в конце мая, в начале лета имели термины на визы в своих городах, их перенесли в Москву. Только половина из них в середине лета подала на визы документы и ждет по сей день. Сейчас конец сентября, 22 сентября сегодня. До сих пор нет ответа. Некоторые клиенты просят нас писать в ведомство, в Германию, в непосредственно консульство, когда будет виза. Кстати скажу, сразу же этого делать не рекомендуем, потому что немцы не любят, когда их тревожат. И есть тоже неформальная такая у нас информация, что ваше дело вниз по стопке складывают. Финансамти, например, так и делают, если ты тревожишь их по поводу возврата Штойера своего. Знакомый рассказывал, работающий. Соответственно, когда мы писали, нам на запросы отвечали от 4 месяцев. То есть, если вы подаетесь в России, рассчитываете 4-6 месяцев до готовности визы иметь. То есть, вы получите запись через 2-3 месяца с момента вашего обращения. Еще несколько месяцев вам будут делать визу и так далее. Это что касается визы в России. Потому что только Москва. Какая рекомендация? Как же быть? Да. Если ваша политическая, семейная ситуация не позволяет вам находиться в России, вам нужно срочно уезжать, делайте это прямо сейчас. Это раз. Податься на визу через определенное прошение, дополнительное возможно, в странах СНГ. Даже в Турции. Вы можете. Объясняю ситуацию. Турция еще не страна СНГ. Да. Турция не страна СНГ. Я просто говорю даже в Турции, потому что многие… Будем говорить в Турции и в странах СНГ. Да. В Турции… Да, да, да. Конечно, да. В Турции и в странах СНГ. Вот. Просто многие наши клиенты проживают в Турции, потому что опасаются ожидать решения по себе, вызов по себе или визу в стране исхода, в частности, в России. И уезжают и живут там. И там подают… Мы их под документы подаем в посольство и консульство Германии на территории этих стран. Вот. Соответственно, у вас есть тоже такая возможность, но, как говорится, не так все просто и сразу. Вам необходимо объяснить ситуацию, написать определенное прошение, почему вам должны предоставить квоту, потому что только местным, да, собственно, консульство Германии и Азербайджан, то только для местных приоритет, да. Соответственно, что вам там что-то угрожает и так далее. У вас, кстати, определенная политическая или иная обстановка, вынуждающая вас подаваться за пределы России на визу национальную. Вот. Мы это прошение готовим. То есть в нашу компанию можно обратиться, мы этот процесс ускорим, запишем вас. Либо можете делать, пытаться самостоятельно. Если вы подаетесь через страны СНГ, там, в принципе, запись 2-3 недели на запись и изготовление 2 дня рабочих, как и было, в принципе, в России до всех этих событий. Ну, то есть если мы говорим сейчас не только о россиянах, а слушают люди, допустим, с Казахстана, то у них ничего, по сути, не поменялось. То есть проблема только в Москве, только в России. Если подавать, допустим, в Астану, то сейчас там процессы, сколько я знаю, достаточно быстро. Во всех странах процессы, особенно если вы местный или живете хотя бы 6 месяцев в этой стране, в Грузии, в Казахстане, в Азербайджане, вы подадитесь уже как местный, если вы живете 6 месяцев, легально у вас есть прописка, и вы получите, в принципе, термин на прием 2-3 недели, я опять же повторюсь, 2 дня изготовления. Ну, то есть в период карантина все это сильно растягивалось. Сейчас, насколько я знаю, тоже у меня друзья недавно подавали документы, и все это очень быстро и быстренько можно получить. Да. С посольствием понятно, вопрос с ГИОТ-институтами. Опять же, вернемся в Россию. Насколько я знаю, ГИОТ-институты вообще перестали работать или еще принимают экзамены? Я вот не знаю ситуацию на месте. ГИОТ-институты официально не закрыты, но их деятельность парализована путем того, что со стороны Российской Федерации были наложены аресты на счета ГИОТ-института. Соответственно, вести они коммерческую деятельность не могут. То есть это как бы такой политический ход. Мы вас вроде как не закрываем, но возможность работать вам не даем путем того, что вы нигде счет не откроете, а действующие ваши счета закрыты. Где теперь сдавать язык? Отсюда вопрос, раз там сдать нельзя, а если человек находится в России, где ему можно сдать язык? Может ли он поехать в другую страну или как это происходит? Да, здесь вообще никаких проблем нет. Вы можете сдавать в ГИОТ-институте любой страны мира. Никаких даже здесь прошений нет. Записывайтесь на сайте нужной вам страны на тестирование, подтверждение вашего уровня языка и спокойно прилетаете и это делаете. Проходите, собственно, proofing. Если вы находитесь на территории России, то есть очень большое количество аккредитованных партнеров ГИОТ-института, через которых вы сможете, собственно, сдать и это будет легитимный сертификат, такой же как ГИОТ-институт. То есть тут переживать не нужно. Язык пока что сдавать можно в России, либо в других странах тоже. Но даже вот по тем вопросам, которые вы задаете, уже понятно, что, как так скажем, ворота закрываются. Нужно вот тоже этот момент отметить, что проблемы с визами, с ожиданием виз, проблемы с языковыми сертификатами. У нас есть определенные подозрения по развитию всех событий, что либо с той стороны закроют, либо с этой стороны закроют что-то. Мы сейчас не будем конкретизировать, либо оба занавеса опустятся. Поэтому те, кто сейчас думает, а стоит или нет, а вот я сомневаюсь, а вот там не то, а вот мне нужно это, а вот у меня больные родители, а вот у меня машину нужно продать. Делайте все быстрее. Время сейчас, особенно если вы в России проживаете, работать не на вас. Окей, еще вопрос. И учить язык, учить язык. Обязательно, просто мус, язык. Вот отсюда сразу вопрос, который тоже часто всплывает в разных чатах. Есть ли какая-то поблажка для людей предпенсионного или пенсионного возраста, чтобы проще сдавать язык или не все части или как? Как вот это обстоит дело? Поблажек нет, за исключением только очень-очень серьезного заболевания. Такого как Альцгеймер, я не знаю, аутизм, полная потеря зрения. Причем я даже знаю, у нас были кейсы, когда у человека полностью отсутствовал слух. Но БФА сказала, сдавай. Можешь визуально выучить. Мы считаем, что можешь выучить. Вот, поэтому только для таких людей с сильными физическими отклонениями, умственными отклонениями или возрастными это возможно. Если вы имеете данные заболевания, вы можете опять же к нам обратиться в компанию или куда-то еще. Мы сможем ваши справки и личное больничное дело перевести и попытаться. Здесь, внимание, гарантий нет, что вас освободят от языка. Подать это в БФА и БФА рассмотрит и выдаст решение. У нас на сайте в разделе отзывы, вы можете зайти посмотреть, мы выложили несколько дел. У нас всего лишь несколько дел есть на данную тематику, где прямо официально было прислано письмо от БФА, что данного человека по причине заболевания освободили от языка. Здесь я сразу же должен предупредить тех хитрых ребят, которые сейчас думают и потеряют руки. Ага, пойду за несколько тысяч рублей, сделаю фиктивную справку о том, что я какой-то не такой, заболею глухой, слепой или умственно отсталый и так далее. И мне нужно будет сдавать язык. Что я хотел бы на это ответить? Если даже данный случай будет признан, ну как бы, БФА признан позволяющим отменить требования к языку, то не забывайте, что ваша история сюда переедет, и вы здесь ни на какую работу не устроитесь, никуда не сможете пойти, потому что вы же инвалид. Вы представляете, что будет, если кто-то узнает, что вы тут глухонемой, а стали музыкантом? Ну что будет? До судебного дела, я думаю, может дойти. Поэтому имейте в виду, с этим диагнозом, который вы себе, возможно, захотите нарисовать или придумать, вам потом с этим жить. Просто уже были такие вопросы в нашу компанию, а вот давайте придумаем. Вот что бывает, если придумать. Мы не отслеживаем историю наших клиентов, кто это делал самостоятельно, поэтому прокомментировать, что с ними стало, мы не можем. У нас свой страх и риск. В связи с тем, что сейчас закрывается занавес, все остальное, многие уехали не в страны СНГ. И вот программа «Пользить переселенцев» прописана так, что ты имеешь право жить либо в стране исхода, где, в общем-то, ты жил изначально, либо в странах СНГ. Вот те, кто уехали в Турцию уже вроде проговорили, а если те, кто живут, допустим, те же украинцы, которые сейчас проживают даже на территории Германии. Что им делать? Как этот вопрос решается или не решается? Германия демократическая, гибкая страна. Что здесь нужно ответить? Что официально, да, по закону так. Но ситуация меняется. Я знаю точно, что по Украине это не действует. Если человек поздний переселенец, он может податься, даже если он уже запросил убежище, даже если он запросил его в Германии убежище. Но здесь нужно понимать, что конкретно у Украины не совсем тот параграф классического беженства, как у обычных просителей беженства. Это 24 параграф. Фактически это параграф, не дающий здесь постоянного места жительства. И как только закончится война, эти параграфы будут аннулированы в Украине. Конкретно, что касается Украины. Что касается проживающих за территорией стран исхода или даже за пределами СНГ. Во-первых, нужно здесь сказать, что если живете в стране СНГ, проблем нету, это страна СНГ. Если вы живете за пределами СНГ, там Турция, страны Европейского союза или Америка, могут возникнуть проблемы. Но опять же нужно подавать официальные бумаги, прошения, объясняющие ваши причины и причины, почему не страна СНГ. У нас были такие кейсы, мы с ними встречались, мы объясняли, проблем не было. Однако, по крайней мере, на тех нескольких случаях из нашей практики. Но неизвестно, что будет дальше. Но я еще раз повторю. Что касается даже судов по смене национальности, что касается вот этих ситуаций. Все прекрасно понимают, в какой ситуации находится Россия, в какой ситуации находятся граждане. И если вы правильно подадите вашу позицию в БФА и ее правильно оценят, вам пойдут навстречу. Окей. Много раз за время интервью упоминалось, что можете обращаться к нам, мы там поможем и так далее. Я понимаю, что это ваша работа и вы этим занимаетесь. Но у людей всегда есть куча-куча скепсиса, что это за фирма, не кинут ли, обсуждают тему очень-очень много вопросов. Есть ли какие-то гарантии того, что к вам обратишься и все будет нормально? И это не реклама. Нет, это реклама. Хотите, обращайтесь к нам. Ладно, если серьезно, я вам что скажу. Вы можете, давайте так. Понятно, что мы будем предлагать наш опыт, потому что мы его имеем. То есть мы имеем опыт касаемо таких-то вопросов и говорим, что клиент вот обращался, это обращался, вы можете это делать. Мы вас не призываем обращаться к нам. Да, вот удивительно вам, наверное, будет прозвучить, но мы не призываем людей, не призываем клиентов, чтобы они обращались к нам. Вы можете обращаться в любые другие компании, к любым другим адвокатам, но только для начала сравните и цены на их услуги и что входит в их пакет услуг. У классических адвокатов количество услуг вообще очень скудное за несколько тысяч евро, но там даже не в этом момент, а в момент в оплатах, как оплачивать сейчас, с отсутствием SWIFT или тех банков, которые выставляют ограничения, например, в России. Мы предлагаем тот спектр услуг, которые никто не оказывает на рынке, но даже нам доверять, как бы да, почему мы должны вам доверять, может быть нам доверять не стоит. Мы единственные, кто имеет страхование ответственности юристов, то есть все наши дела застрахованы. Если ошибка, повлекшая отрицательный результат для вас будет по нашей вине, то вам будет компенсация, как с полисом, там, фолькаска в Германии, да, по ДТП. Мы работаем по договору, у нас есть огромная база наших клиентов и живых отзывов, не просто отзывов каких-то ноунейм страниц, а в Телеграме мы делаем закрепами прям комментарии наших клиентов. В ВКонтакте у нас есть в группе официальной, в разделе отзывы, живые отзывы наших действительно клиентов, можете с ними связаться. Мы публикуем движение дел каждый день в наших соцсетях, в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в том же самом, в Одноклассе, когда же просто публикуем. То есть каждый день мы показываем, что работа ведется, какое количество наших клиентов, какой у него результат, и когда он получает вызов от БФА, показана вся хронология в наших постах. То есть вот пост такого-то числа он получил там отчет о получении, получил номер дела, здесь он сдал языковые сертификаты, вот языковые сертификаты полученные там в нашей школе, обучался он языку немецкому. И вот его вызов и вся хронология событий. То есть можете не доверять ни у отзывов, не верить ни в страхование, не верить в наш договор, зайдите в социальные сети, посмотрите просто количество клиентов и их движение дел. Мы их публикуем, естественно, с закрытой конфиденциальной информацией. Значит, тут еще такую вставочку хочу сделать. Я уже как-то делал ролик про эту фирму, и после этого было тоже много комментариев, и было несколько человек, которые писали, что это мошенники. Это мошенники, действительно, абсолютно верно. Вот, я просил этих людей написать в личку. Ну, начнем с того, что несколько человек, которые писали в личку, мне ничего не написали. Я просил, напишите мне в личку, скиньте какие-то документы. Доказывающие. Я просил, что вас обманули. Вот, большинство слились, но была одна девушка, которая мне прислала документы. Но по этим документам я внимательно все перечитал. Я, конечно, не юрист, но как бы даже мне было понятно, что у нее был там какой-то запрос на получение какой-то информации. То есть не на получение вызова, а именно получение каких-то документов с архива и, в общем, какую-то переписку. То есть что-то такое. Да, возможно. Вот. Ну и, соответственно, ей по итогам всего этого дела пришел отказ, что, в общем-то, там, или не отказ, я, может быть, сейчас не буду вдаваться под розыск, чтобы не цеплялись. Но суть была в том, что она не получила того результата, который хотел. Нет, ну, возможно, человек обратился за розыском дела. То есть у нас есть иногда сложные дела у клиентов, где мы не можем дать оценку. Изначально, как мы работаем? Изначально вы присылаете нам ваши документы бесплатно, мы оцениваем ваши шансы. То есть вам нужно понимать, не мы с вами, ну, не вы с нами работаете, как бы это высокомерно сейчас не звучало, а это мы выбираем, работать с вами или нет, потому что, если у вас нет шансов, мы с вами не работаем. Но в редких случаях, если есть какие-то зацепки, исходя из документов, наши юристы говорят, нужно запросить в архивах. И поэтому мы человеку предлагаем не полный договор, а запрос в архиве. То есть мы сначала вот по этому предку найдем подтверждающие документы, если там окажется, что да, мы эту сумму включим в основной пакет, и вы доплатите, мы возьмем вас на сопровождение. И, возможно, здесь случай был про то, что мы сомневались, мы предложили человеку в архивы, поискали по архивам, не нашли информацию, или нашли не ту информацию, подтверждающую связь с немцами. И человеку сказали, мы не можем за тебя взяться, собственно, как бы и не оказали ему услугу, ну, последующую услугу, но он ее за нее не платил, он заплатил за архив. Это что касается, возможно, я предполагаю, да, то есть я не знаю. А вообще обвинение в мошенничестве, оно должно же быть, ну, судом вынесено, да, каким-то требованием. Ну, если вам так угодно, мы не расстраиваемся, называйте нас мошенниками, окей, мы мошенники, обманываем людей. Ну, для всех, кто уже спешит писать эти комментарии, у меня сразу предложение, вот тут есть в описании под роликом мой инстаграм, вы мне скиньте доказательства. Я хочу посмотреть, я хочу доказательства того, что они кого-то обманули. Мне просто жутко любопытно, если такое есть, на это посмотреть. Нет, 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 они пришлют статью от адвоката, от немецкого, берлинского, где он пишет, они мошенники, они называются Auslands Finanzamt, они не имеют никакого опыта в работе, у них переименованная фирма, там что-то еще, какой-то написал адвокат там берлинский. Тут самое просто смешное, ну, во-первых, адвокат предоставляет, ну, даже сказать, те же услуги нельзя, потому что он предоставляет 10% от тех услуг, которые предоставляем мы, но они вот будут использовать, для них даже адвокат, адвокат это ангел воплоти, что, особенно даже если он конкурент, его нужно слушать, он все правильно говорит. Ну, в общем, я в любом случае жду доказательства, помимо пустого комментария о том, что они мошенники. Кстати, про... Сразу забегая вперед, ждем. Перейдем к вопросу, говоришь об услугах, о том, что никто не предоставляет такой список услуг, какие услуги непосредственно вы предоставляете? Мы можем, кстати, про адвоката, кстати, можем рассказать. А сейчас мы к этому вернемся. Да-да-да, там смешная история, там же суд с ним был, мы же в честь и достоинство... А давай тогда расскажем, потом... Да, тогда именно тот, да, именно кусок про адвоката просто хотел добавить. Важный момент по поводу того, если они пришлют вам ссылку на адвоката. Более того, мы подали в суд, и в суде в российском адвокат заявил, что он не имеет претензий к российской фирме и к немецкой. А он считает, что мошенниками является английская фирма. У нас решение этого суда есть. Формально мы суд проиграли, потому что мы написали, что вот он говорит, что немецкая фирма мошенники. Опубликовал порочащую честь и достоинство статью российская фирма мошенники. А в суде он ссылается, что вообще он не имеет ничего против. Вот посмотрите решение суда, и его представитель говорит, что он не имеет против российской и немецкой фирмы, а имеет только против. Он считает, что мошенники это только наша английская фирма, то у нас уже не работает. Она была там открыта для работы по регистрации компаний. Ну, в общем, не суть. Но сам адвокат, если вы почитаете... Естественно, он это у себя на сайте не опубликовал, это же невыгодно, но откройте кадр-арбитр российское решение суда и почитайте. Там адвокат в заключении пишет о том, что это классная компания у нас даже рекомендует таким решением суда. Ссылочку мы сможем прикрепить? Конечно, кадр-арбитр, он открытый базовый. Ну, так что прям... Конечно, кадр-арбитр... Конечно, да. Я думаю, что ссылочку даваем в описании к этому ролику. Переходите, смотрите. Интересно. Погнёмся к вопросу, какие услуги непосредственно вы оказываете. Потому что, да, ходит опять же много разговоров о том, что зачем кому-то платить деньги, проще сделать всё самим. Как бы многие так и делают, окей. То есть, изначально, я об этом тоже не раз говорил, что если вы уверены в том, что у вас документы всё в порядке, всё замечательно, вы сами всё заполните, всё отправите и всё получите, то вопросов нет. Я думаю, что обращаться ни к кому и платить деньги никому не нужно. Да, ни к берлинскому адвокату, ни нам, вы можете сами делать. Абсолютно верно. Вот. Но если у вас какие-то проблемы с документами есть, то вот тут вопрос, какие проблемы могут быть, и в каких случаях вы можете помочь. Не только. Если у вас нет времени, вы можете обращаться. Если вы не хотите, да, да, просто... Нет, просто люди подумают, что мы сейчас рекламируем одно и то, да, одно и потому, да, пожалуйста, дай вам Бог, если у вас всё получится, вы сделаете всё правильно, самостоятельно. Это полностью ваше право. Просто, если вы профессионально к этому занимаетесь, я вот лично, да, я понимаю, что дом, опять же, построить можно дешевле, чем купить готовый. Но я не обладаю профессиональными нам, я не архитектор, я не каменщик, я не кладовщик, я не знаю, как построить дом. Вот как там, как это начать, как фундамент выкопать, как это всё сделать. То есть, понимаете, вот я бы не взялся строить дом. Что касается услуг, мы берём на себя полный спектр услуг. Что такое полный спектр? Многие говорят, да у них там стоит сотни тысяч рублей. Но давайте разберём, что у нас стоит сотни тысяч рублей, что стоит у других и какие услуги мы предоставляем. Да, чтобы не было лишних вопросов, да, может какой-то пример, будем говорить, более, наверное, популярный, если кто-то заказывает, что туда входит и сколько это реально стоит, чтобы это был открытый прайс, чтобы никто не говорил, что там где-то кто-то сказал. Да, да, да. Собственно, вот вы видите перед собой сейчас тарифы, и вот давайте посмотрим несколько тарифов, например, тариф старт. Переводы всех документов присяжным переводчикам, заполнение анкеты антракт, доверие на лицо в Германии, суд по смене национальности многим требуется, про который мы обсуждали в этом видео, да. Консультация наших юристов Германии и России по разным вопросам, потому что есть вопросы, которые касаются, допустим, суд по смене национальности, это юридическая история Российской Федерации, да, где, собственно, меняется суд по смене национальности, да. Легализация документов, проставление по стилю, да, материального заверения и так далее. Получение архивов недостающих, если они будут требоваться по ходу работы. Сопровождение во фридном получении национальной визы. Вот тот спектр услуг, который входит. Но у нас есть еще другие тарифы, здесь есть про премиум и для евреев. В чем они отличаются? У них есть пакеты языка, то есть 40 уроков и 100 уроков в пакете про, 40 и в премиум 100 уроков. Зачем они нужны? Вам же нужен язык B1 и A1, соответственно, тем совершеннолетним заявителям, да, кто входит, член семьи, да, заявителям. Соответственно, каждый приобретает еще пакеты уроков. Конечно же, с уроками пакеты стоят дороже. Но есть дешевый тариф Ляйхт, он стоит всего 500 евро. Это тариф на всю семью, но там и услуг меньше, то есть там только заполнение анкеты, доверие на лицо и консультация юристов. Вот как раз тариф Ляйхт, это такая юмористическая калька на немецких адвокатов, потому что немецкие адвокаты, мы берем за это, извиняюсь, не 500 евро, а 600, у нас цены поднялись, растут, потому что. Мы то, что адвокаты делают за 2,5-3 тысячи, делаем за 600 евро для вас. Вот в принципе заполнение анкеты антракт доверия на лицо и консультации, это то, что дает адвокат по поздним переселенцам, которого вы бы не нашли. Мы их не будем называть, они из Гамбурга, в Берлине, их много везде. Вот мы специально сделали тариф Ляйхт, который в принципе отражает все услуги, они даже дешевле. Вот, Настя, для тех, кто скажет. На мой взгляд, вообще это даже те, кто не разбирается в документах, не хотят их разбираться, очень недорого, учитывая, что делаешь огромный шаг жизни до переезда в другую страну и получения немецкого паспорта. И так, чтобы не надеяться на авось и заполнить самим, потом ждать, потерять время, потом выяснить, что что-то не так, нужно что-то даже дослать элементарно, потерять на это полгода год, мне кажется, проще все заполнить, отдать и... И учить язык. И учить язык. И то язык мы возьмем на себя, да, как бы приходите к нам в языковую школу, у нас есть лицензия Министерства образования Российской Федерации, все официально, еще и вычет получите налоговый перед, собственно, отъездом НДФЛ, потому что образовательные услуги. Да, ну вот некоторые, я вот читал комментарии под вашим видео, или не помню, под каким-то... Я позвонил к ним в компанию, они мне насчитали 400 тысяч. Кто поедет в Германию, у кого есть 400 тысяч? Вот сейчас с этим курсом вам вообще не смешно вот такое писать. Кто поедет в Германию, действительно, да, в Германию едут те, у кого 5 тысяч, а не 4. Мы поговорили, вот самый дешевый вариант, но я так полагаю, что таких людей, ну, как бы, какое-то количество, да, извини, прерву, не какое-то количество, иногда тарифом ляк, где ограничено количество услуг, пользуются как раз те, кто самостоятельно готовил пакеты, на каком-то этапе понял, что вот он переводы уже сделал, там, легализацию сделал, ему нужен чек-лист, правильное заполнение антрагой, доверенное лицо, чтобы ответы получать, да, зачем нужно доверенное лицо? Сейчас авиасообщение с России разорвано, никаких письма вам не придут от БФА, никто вам не отправит. Поэтому доверенное лицо как раз получает оперативную корреспонденцию, на нее оперативно отвечает, и вас об этом, собственно, вас ставят в известность, поэтому... Ну да, по доверенному лицу однозначно могу сказать, что у вас точно кто-то... Сейчас уже, да. Если есть кто-то из родственников, окей, хорошо, если вы можете взять эту роль, хорошо, если нет, то вообще сложно, потому что даже если вы находитесь в России, как я уже сказал, если в Казахстане, в любом случае туда какие-то, какая-то почта отправляется минимум 3-4 недели, быстрее сложно что-то получить, а если что-то где-то потеряется, учитывая, что... Я прекрасно понимаю, как работает казахстанская почта, это далеко от идеала, то получить, прождать еще потом полгода и выяснить, что вы полгода назад должны были получить документы, будет не очень приятно. И еще увеличите срок. До ***, надо запикать обязательно слово до ***, до ***, еще можно было жить без доверенного лица, потому что письма доходили, пусть и с задержкой в 2-3 месяца, но доходили. Сейчас вообще не доходит. Есть даже у нас информация, что БФА даже не отправляет больше документы только на доверенное лицо, то есть только на адрес внутри Германии. Интересно. Еще какой-нибудь пример вот такого какого-то большого пакета услуг. Да. Что туда входило и сколько это стоит, если у человека нет проблем. Да, вот собственно типичная картина, как обращаются к нам клиенты. То есть еще раз объясню. Лягет это тариф для тех, кто что-то сделал сам и ему нужны лишь условно чек, чтобы ему помогли все оформить и, собственно, довести до ума, да, и что его действие точно правильное, получить консультации, да, в этом смысле. Либо он просто хочет сэкономить, да, он готов сам заниматься, бегать по нотариусам, бегать по переводчикам, сам нести за это ответственность, мы лишь только проверим, скажем, что правильно, что неправильно, запомним антрак, подадим и будем доверенным лицом, используют ли я. А все остальные люди, кто покупают полные пакеты, ну, как это в основном происходит. Вот если мы возьмем типичную семью, муж, жена, двое детей, ну, двое детей несовершеннолетних, да, например, да, допустим, муж главный заявитель, да, ему нужен B1, соответственно, он берет пакет премиум, там входит 100 уроков, за 100 уроков можно выучить язык спокойно. Это, в принципе, 8-10 месяцев двух-трехразовых занятий в неделю можно выучить. Жене нужно 1, ей 18 лет, есть уже, в смысле, 18 лет, понятно, да, старше 18 лет. Она берет пакет PRO, там уже идет 40 уроков, которые ей нужны, да, а дети у нас вообще идут бесплатно, то есть если там у ребенка практически нет документов, он идет бесплатно, все, вот они берут два пакета, как бы она берет PRO и премиум, но у них вместе получается 140 уроков, они могут начать заниматься вместе с мужем, да, муж и жена могут начать заниматься вместе, жена, дойдя до уровня A1, уходит, а муж-то продолжает заниматься, то есть у мужа как бы 140 уроков, и он B1 точно сдаст, и даже, может быть, и B2. Сколько это все примерно стоит? Если посмотреть цены на нашем сайте, я, наверное, лучше буду говорить цену в евро, потому что рублевая цена меняется постоянно и так далее. Тариф, тариф старт, у нас стоит 1500 евро, тариф старт, это то, все, что требуется, кроме языка. Тариф, тариф PRO, это как раз все, что требуется, да, все, что входит, переводы, легализация, получение, все нотариальное, все заверения. Плюс 40 уроков языка, 2000 евро, и премиум, пакет, где 100 уроков немецкого языка, 3000 евро. Есть еще для еврейской миграции, там цена пакета стоит всего 1200 евро, и она для всей семьи, так же, как тариф LIKT, он стоит 600 евро, он для всей семьи. Но эти цены обусловлены языком, языковыми услугами. Если вы обратитесь в любую языковую школу, я сомневаюсь, что у вас будет дешевле. Ну, как бы тут уже каждый волен выбирать. Да, пожалуйста. Вы на конкретно можете выбирать одно другое. Конечно, да, мы не предлагаем. Ну нет, просто ГИОТ институт, индивидуальные занятия в Германии, 108 евро, академический час. Окей, получается такой стандартный пакет, стоит 1500 евро. Стандартный без языка, да. Я просто хочу его взять за основу, если сравнить, допустим, человек идет по пути, если он сам все сделает, окей, понятно, мы это считать не будем, каждый сам может посчитать. Есть просто такая история, что можно обратиться к какому-нибудь немецкому специалисту, который это оформит. Сколько примерно стоит у такого, может, есть какой-то пример, у человека, который в Германии берет за такие услуги, сколько денег? Сколько это обойдется? Смотрите, он не сможет вам оказать услугу поиска в архивах сразу же, потому что он находится в Германии, он элементарно сейчас, в х**ное время, он не сможет заплатить просто элементарно пошлину архивную. Что касается суда по свиней национальности, как он будет представлять ваши интересы на территорию России тоже. То есть мы отсюда выкидываем эту услугу. Поиск с архивами, мы уже сказали. Дальше, переводы документов. Я слабо себе представляю, что немецкий анвальт будет переводить ваши документы и квалифицированно это сделает. Оттуда тоже можем сделать минус. Здесь проще просто вычеркнуть все, что входит в пакет, за исключением, еще раз говорю, как правило, они помогут вам с антрагом, они помогут его заполнить, они будут вашим доверенным лицом, ну понятно, потому что адвокат будет в переписке с БФА, и будет она на него ссылаться, отправлять, он у вас будет об этом уведомлять. И он окажет вам консультации. Ну, то есть он вам скажет, ну вот смотрите, вот пакет ваших документов. Вы, в принципе, адвокат немецкий, в принципе, как и другие наши условные конкуренты, которые там работают на... В России есть, в Инстаграм странице помогут, ну всяких ВК группы, очень много. Что они вам предложат? Они вам предложат, например, консультацию. Вам нужно апостелировать вот этот документ. Вот этот вот, вам надо апостелировать, идите апостелировать. Вот здесь вам нужно сделать перевод. Вот тут вам нужно поставить апостель. То есть вы это сами будете делать. Мы не говорим, что это плохо. Может быть вам это нравится, вам это удобнее, вам так будет дешевле, дороже. Мы не знаем. Делайте. Если вам так, пожалуйста, ищите в интернете, много кто поможет. Мы за то, для тех людей, кстати, вот в Германии этого очень мало, за фулл сервис, да, вот человек приходит и говорит, сколько стоит, вот чтобы вы меня вообще ни о чем не спрашивали, с меня только язык, и я вот, вы занимаетесь документами. Вот мы про это. Если вы про покопаться в архивах, что-то делать, потратить свое время, пожалуйста. Ну в общем, открытым текстом, если вы за то, чтобы сэкономить, то обращаться никуда не вырву. Не всегда сэкономить. Ну я имею ввиду, для того, чтобы не потратить денег, никому не заплатить, то есть, если это вот это ищие. Да, 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 да. Вот. То, как бы никуда, никто у вас не призывает делать это сами. Если вы хотите, как раз таки, будем говорить, сэкономить время. Сэкономить время, да. Либо не заниматься этим документами, либо еще что-то, то добро пожаловать, как бы вам ребята все помогут делать. Мошенники, ребята, не забывайте. Мы должны говорить, что мы мошенники. Раз они так считают, им так на ухо хорошо ложится. Вообще интересная ситуация с тем, что люди, когда приезжают в Германию и думают на решение всех этих вопросов, они задумываются о том, сколько денег стоит получить паспорт какой-то сильной страны. Потому что Германия в этом году вышла на вторую позицию в мировом рейтинге стран. Среди всех других паспортов является таким очень сильным вариантом. А если человек не имеет немецких корней, какие у него есть возможности, сколько это стоит? Ну так, для сравнения. Да, ну еще раз повторю, что это как бы вы принизили немецкий паспорт. Не просто он позволяет въезжать в 190 стран, а он позволяет вам жить и работать и так далее. И это не просто рейтинг, исходя вот сколько паспорт дает без виза. Это рейтинг желанности паспорта. То есть Германия занимает второе место, первое занимает Сингапур, всего лишь опережая на три страны. Это именно по желанию. То есть столько людей в мире хотят получить этот паспорт. Но если мы рассмотрим аналогичные страны, плюс-минус это там возьмем Европа, Америка, то подобные программы были на Кипре. Сейчас они там недоступны, в частности для русских, или вообще недоступны. 2 миллиона 400 тысяч стоила инвестиционная программа Кипра. То есть нужно было купить на 2 миллиона евро себе недвижимости, яхты, апартаменты, виллы, и 400 тысяч просто заплатить государству. Ты получаешь гражданство Кипра-Терре, гражданство ЕУ, Европы. В Америке программы AB5 есть, 950 тысяч долларов стоит. Есть программы в Испании, есть программы за покупку недвижимости, минимум за полмиллиона евро. Потому что из тех именно тех программ, по которым мы тоже работаем и помогаем клиентам, там нужно полмиллиона заплатить за недвижимость, чтобы получить ВНЖ. То есть вот, чтобы вы понимали порядок цен. Если вы можете отделаться, так скажем, малой кровью, просто оформив документы, и выучить язык, выучить язык, который вам здесь же для жизни нужен, и вы будете на нем разговаривать и так далее, то даже если вы самостоятельно будете заниматься документами, потратить на это время, поверьте, это стоит того. Вы выглали в лотерею, особенно с учетом текущих реалий. То есть паспорт Германии, это действительно шанс в лучшую жизнь, и это, ну я вот по себе могу сказать, это ну как в раю живешь, действительно. То есть я вот вам не продаю, я вот именно если мое мнение спросить, как оно в Германии, сейчас, конечно, мерзкая погода, но жить здесь действительно комфортно. Еще один вопрос. Сейчас активно принимается новый тип визы, как трудовая виза со следующего года. Если все будет нормально, опять же, оговоримся, что потом не было лишних вопросов, все примут, то вроде как со следующего года можно будет приезжать сюда по трудовой визе, искать здесь работу, оставаться жить и так далее. Вот в чем преимущество и недостатки? Стоит ли на это надеяться и не оформлять программу поздних переселенцев, или все-таки стоит заморочиться и оформить по программе поздних переселенцев? В чем отличие и твое мнение об этом поводу? Да, закон этот уже принят, более чая его часть будет принята уже в ноябре этого года, а вторая часть этого законопроекта, позволяющего упростить прием трудовых иммигрантов в Германию, будет принята до марта 2024 года. Там действительно очень большие послабления, такие как можно прям по туристической визе приехать в Германию, начать поиск работы, и если за год не управишься, еще на два года продлить. Ну, она будет как бы не туристическая. Да, ее дай, да, до Волсленда Бехерта, да, приходишь, говоришь, что я по поиску работаю, но здесь один момент, вы должны, в это государство не зависеть должны, вы должны, собственно, быть на самообеспечении, зарабатывать и так далее, там, не знаю, на свои какие-то сбережения жить и так далее, тогда вам это сделают, да. Если рассматривать вариант либо как поздний переселенец, либо как по рабочей визе, я бы выбрал позднего переселенца, потому что это гражданство, вас никуда не денут, и многие же едут пособия получать, германское, большое пособие, здесь так хорошо жить на пособии. Многие считают, что едут только ради пособия. Да, 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 да. Да, у нас много, кстати, историй с таких вот клиентов, когда люди приезжают и даже из хаймов не уезжают, они говорят, какие классные условия здесь. Вы знаете, а на заводе, говорит, 10 лет один нам сказал, говорит, работал, чтобы такой уровень жизни получить, а он тут как бы по дефолту, то есть по умолчанию это просто hard sphere. Вот. Примерно оно так и есть, когда люди приезжают, там пашешь, пашешь. Да, и живешь на этом же уровне. И живешь на этом же уровне. А здесь, да, здесь просто, да, получают, так скажем, малоимущие, это здесь ниже жить этого уровня нельзя по закону, да, потому что в Германии бедных нет, ниже уровня hard sphere жить нельзя. Я в ближайшее время еще хочу выпустить отдельный ролик на эту тему, прямо отдельно, но забегая вперед, скажу, у меня всегда возникает один большой вопрос к людям, которые пишут это в комментариях, что люди приезжают ради пособий и так далее. Если это пособие такое замечательное может получить любой человек, просто уволившись с работы, мало того, он получает еще, не совсем его, он получает пособие безработицы. Арбайт Лосен еще будет, Арбайт Лосен будет получать 60% 18 месяцев, если год всего лишь проработал, 60% дохода и только потом на hard sphere уходит, то есть классно, можно, нет, у нас идея знакомый, он так год работает, можно прям в ролике оставить, он прям год работает, в черно-белом просто фоном сделать кусок этот, он прям год работает, 18 месяцев на пособие, потом опять год работает, опять 18 месяцев на арбайт, Арбайт Лосен сидит, то есть на потере работы вам 16 месяцев, может декреты, кстати, мужчинам уходить, тоже вам хорошая идея, любителям халявы, у нас в чате, кстати, просто про это, был такой вопрос, мне 18 лет исполняется, когда мы переедем в Германию, ну, видимо, там, ребенок поздних, переселенцев, слушайте, а мне тоже отдельное жилье дадут, я пишу, ну, вот, читал просто этот момент, менеджер пишет, конечно, и еще автомобиль тебе дадут, кстати, автомобиль, как бы вот это не смешно, но здесь есть немножко правда, я сейчас, наверное, таких любителей халявы, сейчас сюда, они толпами побегут, как африканские беженцы, которые сейчас в Италии, их там сколько больше, чем жителей в Италии, на острове, если вы длительное время не можете найти работу в Германии, и вы, допустим, нашли потенциально какой-то оффер, позволяющий вам ездить на работу нано дальше, чем 30 километров от вашего места жительства, вы можете у Германии попросить Фюррошайн, то есть вам дали денег на права, фаршули заплатят просто деньги, и даже машину до 7,5 тысяч евро оплатят, лишь бы на работу пошел человек, ну побегать придется, пособирать, но даже права бесплатно дадут, машина без шуток говорю, серьезно. Ну, про права я слышал, как бы реально есть, а вот насчет машины, 7,5, надо просто доказать, что вот другой работы нет, и вот, ну, 30 километров надо, чтобы работа была, и вот я туда точно пойду, вот многие там идут, оплачивают права, ладно, сейчас мы тут лайфхаков расскажем, оплачивают права, покупают машину, на 2 месяца работает, увольняется, опять начинает по-русски с работодателями говорить, его не берут, он опять встает в джоб-центр на поиск. Ну, честно говоря, мне интересно было найти такого человека, который бы об этом рассказал, я даже готов закрыть лицо, закрыть лицо, его ощущения, вот, именно, чтобы он рассказал эту историю, чтобы это был реальный человек, в общем, если у вас, вы такое проходили, такая ситуация была, напишите мне, запишем с вами интервью без лица, чтобы вас потом никто не поймал, никто не узнал, изменим голос без проблем, когда, ну, мне хочется, чтобы это озвучил реальный человек, которого я могу увидеть своими глазами, любопытно, да, так, ну, и в конце видео, давай перейдем к тому, чтобы, подведем итоги нашего разговора, то есть, что делает человеку, который еще не подал документы, только собирается, вот, на мой взгляд, исходя из всего разговора, лучше всего обратиться к вам за бесплатной консультацией, оценить свои возможности, вот, а после этого уже можно принимать решение, то есть, если не хочется тратить деньги, можно дальше идти и делать все самим, то есть, это не обязательно, ни к чему не обязывает консультации, насколько я понимаю, то есть, просто обратиться, все узнать, а потом сделать все сами, как все это любят делать, все это любят, снять информацию, это, кстати, футимальный вариант такой, да, ну, а если не хочется тратить лишнего времени, быть уверенным, что будет все окей, то, нет, обратиться и, давайте дадим информацию для любителей халявы, что нужно сделать, обратиться к нам, оценить свои шансы, вы хотя бы бесплатно оцените шансы, что вы подходите под программу, потом начнете делать самостоятельно, переживете пару недель звонков наших менеджеров, почему вы резко пропали, придумайте какую-нибудь историю по поводу того, что вы передумали ехать в Германию, вот, наш менеджер от вас сразу же отстанет, и все, а дальше потом хотя бы уже зная, что вы подходите под программу, вы хотя бы уже уверены в этом, бесплатная эта информация для вас будет, хотя бы начнете, и вот этот первый пункт, который мы говорили в начальном видео, пропустите, да, то есть, уже начнете готовить документы, и что же вам делать, ну, уезжать быстрее, мое мнение, я, конечно, так делал. Окей, спасибо большое за интервью, думаю, было очень интересно, ну, а что вы думаете, пишите, как обычно, в комментариях. Да, вот мы будем читать, даже лично я буду читать все комментарии. До встречи в следующем видео, всем пока.